Тема 78 из серии Учителя Поведали Статья Елены Петровны Блаватской Религия будущего Период воплощения Блаватской на Земле 1831-1891 годы Настоящий аудио-видеотом Составленный продекламирован небесной нитью 18 сентября 2022 года И затем опубликован на соответствующем канале Небесная нить Итак, статья Елены Петровны Блаватской Религия будущего Оккультизм учит, что идеи, основанные на фундаментальных истинах Движутся во Вселенной циклично Вращаясь по кругу И наполняя пространство Ограниченное Нашим глобусом И планетарной Или солнечной системой Подобно вечным неизменным сущностям Описанным Платоном Они напитывают разумный мир Проникая в сферу мысли И в противоположность Химическому сродству Они притягиваются и ассимилируются Однородными универсалиями Являющимися исключительно продуктами человеческого ума Его мыслями И интуицией Определенных сознаний Их вечное движение Подразделяется на периоды Интенсивной активности И меланхолической пассивности Во время их активности Как только в определенной части планеты Дается сильный импульс Одной из таких основополагающих истин Устанавливается тесная связь Между родственными Вечными сущностями Внутреннего мира Размышлений философа И внешним планом идей И тогда Одинаково мыслящие люди Испытав воздействие В нескольких точках мозга Начинают генерировать Идентичные идеи И выражать их зачастую Почти одинаковыми словами Правильность этой доктрины Часто подтверждалась Современными оккультистами А в настоящее время Представлено еще одно доказательство Того, что Она нечто большее, чем Правдоподобная догадка Один из корреспондентов Мир Индии Ровесника нашего журнала Сообщение из Италии Смотрите выпуск От 31 марта 1883 года Пишет Что по приезде во Флоренцию Далее цитата Ему посчастливилось Встретить джентльмена Из Филадельфии, США Который написал книгу Под названием Религия будущего Находящуюся По ковру в Каписи Этот джентльмен Автор книги Был воспитан Квакерских традициях Но теперь он вряд ли Был бы признан Своей организацией Ортодоксом За время путешествия По Англии, Германии И другим странам Его взгляды Претерпели такие Существенные изменения Что он стал Убежденным еретиком Конец цитаты Наше внимание Привлек краткий обзор Религии будущего Сделанный Упомянутым корреспондентом Имя джентльмена Квакера не названо Но если бы нам сказали Что эта работа Была написана Нашим Светским учеником Являющимся Судя по его объяснению Основополагающих теорий Преданным Личным секретарем Одного из Гималайских Махатн То мы восприняли бы Это как само собой Разумеющееся Вероятнее всего Эрудированный Окультист Прочтя Религию будущего Целиком Найдет в ней Не одну страницу Или даже целую главу Полную нелепости И заблуждений Все же Насколько мы поняли Несмотря на погрешности В деталях Книга Совершенно достоверна В своих главных Положениях Пусть изучающие Окультизм Убедятся в этом Сами Так в религии будущего Изложена своеобразная Доктрина о том Что Материя и жизнь Заглавных букв Одинаково Вечны И Неуничтожимы Что вселенская жизнь Это Верховная Сущность Не обязательно Всемогущая Но обладающая Силами Бесконечно Превосходящими Все о чем Мы имеем Представление На земле Что человек Достигнул Моральной Чистоты Путем Многократного Воплощения На земном плане Поглощается Этой Всеобщей Жизнью Или Высшей Сущностью И что Со всех Концов Вселенной В эту Единую Жизнь Постоянно Вливается Суммарный Опыт Всех Благороднейших Живых Существ Мы Выделили Курсивом Наиболее Поразившие Нас Моменты Эзотерическая Доктрина Архатов В общедоступном И развернутом Изложении Выглядит Так Первое Материя И жизнь Одинаково Вечны И Неуничтожимы Ибо Они Едины И идентичны Совершенно Субъективная Материя Следовательно Недосягаемая Недоказуемая Для физической Науки Становится Единой Жизнью Или тем Что обычно Подразумевается Под словом Дух Второе Гипотетическое Божество Или Бог В виде Индивидуальной Сущности Как Нечто Непостижимое Логикой И здравым Смыслом Не будучи Предметом Размышлений Или обучения Поскольку Окультная Наука Ничего Не принимает На веру Отнесено Категории Высших Абстракций И признается И понимается Только в контексте Так называемой Всеобщей Жизни Третье Проявляя Своё Всемогущество Только при Посредстве Неизменных Вечных Законов Природы По которым Строится Жизнь Это Божество Не обязательно Является Всесильным Четвёртое Человек Поглощается Всеобщей Жизнью Или Парабрахманом И становится С ней Единым Только после Приобретения Им Полной Чистоты То есть Освобождение От материи И власти Чувств Буддисты Индусы И другие Древние Азиатские Философы Одинаково Признают Это положение Доктрины Так же Как и то Что Далее Пятое Человек Подвластен Частым Воплощением На земле До тех пор Пока Не завершится Его двойная Эволюция Нравственная И физическая Течение Семи Кругов Заглавные Буквы И он Не достигнет Предельного Для земных Условий Совершенства Данная Теория Была Очень Тщательно Изложена Светским Учеником Последних Фрагментах Оккультной Истины Шестое И Наконец Суммарный Опыт Людей Из всех Частей Вселенной Постоянно Вливается В сознание Всеобщей Жизни Это Ничто Иное Как Фундаментальная Доктрина Тайной Науки Которая Гласит Что Мировой Разум Является Общей Суммой Всех Прошлых Настоящих И будущих Сознаний Во Вселенной Это Океан Мысли Состоящий Из Несчетного Количества Капель Сознания Выходящих Из него И Возвращающихся Вновь Если Убрать Все До Последней Капли То Океан Исчезнет Приведено Из Книги Архатов Раздел Четвертый Лист 39 На этом Декламирование Статьи Елены Петровны Блаватской Религия Будущего Завершено Всем Общего Благо Пусть Ваше Сознание Преобразится До чистоты Капли Океана Мирового Разума Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров